Каждый день человек просыпается с утра и уже нарушает законы. Это тоже уже считается, что нарушилось? Ну конечно, понимаешь, это противоречит основному закону Вселенной. К женщине кто притягивается? Мужчина, который вот слабый. А какие законы помогают перейти на новый уровень? Со мной, например, не происходят негативные события. Вообще? А выровняв это все, у человека вот как дом. Большинство людей ежедневно нарушают законы Вселенной, что влечет за собой ряд последствий. Эти нарушения не только не дадут перейти людям на новую фазу, но и каждый день имеют свое отражение в жизни. Мария, какие последствия нас ожидают? Мы должны понимать о том, как вокруг человека формируются определенные событийные поля. Из-за формирования событийного поля и за то, насколько мы в одном резонансе с Вселенной, с законами Вселенной отвечает наша чакральная система. Когда человек находился в стадии выживания, когда человечество проходило свою эволюцию из боли, из страха, из тяжести, человеку было достаточно диапазона семичакровой системы энергии. И вот семь чакр, семичакровая система человека, она формирует довольно-таки низкий диапазон энергии, что, в свою очередь, не дает человечеству развиваться из состояния счастья, из состояния радости и пробуждать определенную творческую энергию. И для того, чтобы людям сейчас совершить тот самый переход, и чтобы на планете Земля создались новые, такие более успешные или удачные коридоры судьбы, людям необходима новая энергия, новый диапазон. И вот здесь души, очень многие, диапазон энергий проявился в нашей реальности, ему нужно хранилище. И вот этим хранилищем являются чакры. И хранилищем боли, страха, стыда, тиранизма, жертва являются семь чакр отчасти. А более высокие энергии, такие как созидание, творение, святозарие, любовь, душерадие, а за эти энергии, за новый диапазон энергии отвечают наши высшие чакры. И таким путем человеку необходимо формировать свою 12-чакровую систему. Получается, что мы сейчас знаем только про низшую систему чакр, когда вот семь, то, что нам из семь известны, а на самом деле их 12. Абсолютно так. На самом деле их еще больше, чем 12. То есть чакральная система, она имеет с собой такое более высокоразвитое и огромное количество хранилищ диапазону энергии. И вот в этап перехода, в новое время сейчас, человечеству открылись высшие уровни. Открылось 12 энергоцентров, которые необходимо открыть, чтобы вибрировать на новой вибрации, на новой частоте и формировать события. Потому что, смотри, например, если мы возьмем первую чакру нашу, первый энергоцентр, он отвечает за страх. Там хранятся наши страхи, если чакра заблокирована, если она не работает. Там страх, там выживание, там программы самого низкого диапазона. И вот у человека вибрация, например, находится на этой чакре. К примеру, он находится в страхе. И вот эта вибрация, она как бы распространяется в поле вокруг нас. И по закону притяжения он начинает попадать в те коридоры судьбы, в те линии вероятности, где он встретится с этим страхом, энергии соприкоснуться, событие сформировалось. Если у человека с этими чакрами все в порядке, в целом они работают, но ты знаешь, такое состояние, когда тебе становится немножко неинтересно уже здесь. То есть как будто бы нет того самого интереса для твоего развития. И с этим сталкивается сейчас уже большое количество пробужденных людей, которые в целом много осознали, но события какие-то новые в их жизни, где они могут познать новый опыт для души, не формируются. А почему они формируются? Они потому, что нужен более высокий диапазон энергии, чтобы найти в поле пространстве то событие, которое резонировало бы на верхнем центре. Как-то все это одновременно и понятно, и сложно. Как это все перевести в нашу реальную жизнь? Как вообще получить подсказки? На каких ты сейчас вибрируешь чакрах, получается? Во-первых, мы должны понимать, что верхние диапазоны энергии, они связаны с законами мироздания. Поскольку от того, насколько ты соединен с ритмами Вселенной, с законами Вселенной, складываются твои обстоятельства жизни. Потому что в целом, например, возьмем восьмую чакру, к примеру. Восьмая — это которая выше уже семичакрового диапазона. То есть чакры верхние, они идут по нашему, по такой ось. То есть мы представляем собой такую определенную ось, на которой находится чакральный столб и хранилище энергии. И вот мы уже вот эту семичакровую энергию познали, то есть довольно-таки ограниченную систему, по сути, многие называют третьей матрицей, то есть переход 3D, 4D. То есть вот старой матрицей, которая формировалась на страхе, то есть входил дисбаланс, чакральный столб семичакровой системы, и события сформировались низкого порядка. И мы, по сути, когда мы развиваемся через боль, через страх, через страдания, мы не в резонансе со Вселенной. То есть мы должны понимать, что если в нашей жизни происходят какие-то события, где я испытываю низкий эмоциональный спектр, я сейчас не в резонансе со Вселенной. Я сейчас не в резонансе с построением мироздания. Я где-то, значит, иду против этого. То есть и чтобы выйти на новый уровень, вот из этого вырасти, мы должны идти с сознанием в высшие чакры. В первую очередь, восьмая чакра, она отвечает за первый закон мироздания основной. Это иерархия. Если мы возьмем закон иерархии, который существует здесь, когда-то мы рассматривали его на уровне родителей, где нас с детства там учат. Уважай родителей, уважай руководство, уважай систему. И это на таком ограниченном масштабе происходит. То есть вот научись уважать родителей. Это низкий диапазон. Следующий диапазон, восьмой чакры, закон иерархии на более высоком уровне, это начни уважать систему, в которой ты находишься, как таковую. Например, то же самое правительство, которое здесь есть, на более глобальном уровне. Ту систему, планету Земля, в которой ты находишься. И вот здесь души, очень многие, что говорят, как я сюда попала, я вообще не хотел, со мной происходят вообще не те обстоятельства, все происходит не так, кто-то говорит, что я там нахожусь в ужасной стране. И вот это отвержение самой системы, которая есть в целом, в принципе, это противоречит основному закону Вселенной, что если ты сюда пришел, если ты здесь находишься, это же твой выбор, это же твоя задача. И ты не признавая вот эту иерархическую степень закона иерархии, высшая иерархия тебя никогда не поставит на уровень правления, на уровень того, когда ты будешь тем звеном, который будет расширять, развивать, доносить информацию. Например, это те же самые вот отлетевшие проводники, о которых ты сейчас говорил, что происходит. Они весь диапазон семи чакр познали, им неинтересно вибрировать на низких, скажем так, но нету интереса страдать, нету интереса переживать. Они остались на этом уровне. Они дошли к пределу седьмой чакры. А дальше там путь другой. Дальше ты должен признать систему в целом. Получается, они от нее отказываются, от этой системы, то есть они уходят, они не занимаются в материи здесь, они не занимают функцию влияния. Когда ты не просто сам достиг своего предела, ты теперь можешь оказывать влияние на следующий уровень сознания людей, которые еще не дотянулись. Они не начинают со своего уровня что-то здесь создавать. И вот когда у тебя активируется восьмая чакра, ты признаешь закон иерархии, а признаешь закон иерархии не только здесь, но и во всех своих параллельных воплощениях, которые проходила душа. Наша душа сейчас находится в многомерности, в разных параллельных воплощениях, в разных прошлых воплощениях. И душа этот закон нарушала много, много и много раз, потому что нарушала она его как раз для того, чтобы понять, как раз для того, чтобы сделать вывод и признать на галактическом поле, вообще на более глубоком масштабе. И тогда происходит такое, что высшая иерархия тебя выводит на уровень выше, где бы ты ни занимался. То есть чем бы ты ни занимался. Ты, если где-то работаешь, на какой-то работе тебя ставят на более вышестоящую должность. Если ты проводник, ты выходишь на более другие массы, можешь влиять, уже оказывать влияние на еще более высокие массы людей. Если у тебя какое-то свое предприятие, твое предприятие расширяет масштаб, потому что ты становишься полезен для системы, ты ее признал в первую очередь. И признание начинается из-за таких, от микро-микро-микро к макро, от того, что сейчас происходит в твоей жизни, от тех людей, от того руководства, которое с тобой сейчас есть, к примеру. Многие работают как сотрудники и ругают свое руководство, к примеру, начальника выше. Это значит, что восьмая чакра не проработана? Ну, восьмая чакра вообще здесь не работает, то есть она даже не открыта, потому что это низкий, скажем так. А она где-то находится над головой? Она выше, да. То есть, ну, так это мы говорим над головой, но на самом деле над нашим столбом энергии, то есть она идет выше. Там диапазон начинает качать еще выше. И когда у тебя вот этот широкий охват диапазона, тогда у тебя еще и формируется свой Грегор. Это хорошо? Это очень хорошо, потому что любое предприятие, любой мастер, любой специалист, который оказывает влияние на людей, обладает своим Грегором. И насколько твой Грегор созидательный, зависит от того диапазона энергии, в котором ты пребываешь. То есть, если ты пребываешь на высших уровнях, твой Грегор работает на созидании. И для того, чтобы высшая иерархия тебя поддержала, а высшая иерархия поддерживает всех, кто вносит весомый вклад в мироздание. Всем, что происходит на планете Земля, управляет высшая иерархия структур, которая решает, какие проекты послать людям, а какие не послать, скажем так. То есть, что сейчас будет введено на планету Земля, а что нет. И смотри, каждый день в наше пространство нам посылают вместе с той энергией, которую мы получаем, просыпаясь каждый день, новую энергию, огромное количество идей, проектов. Но кто-то их ловит, а кто-то нет. Кто-то их ловит, строит на этом огромное развитие. И это во всех сферах, которые происходят, и материальные развиваются, ловя эти сверхидеи. А кто-то от этого отрезан. И идею, вот эту глобальную, пошлют тому, у кого есть понимание глобальности. Кто соединен с тем самым диапазоном энергии высшего порядка. И вот восьмая чакра, это как раз про то самое сверхсознание, которое может реализовать эту идею, которое может проявить эту идею, которое признаёт всю ситуацию, всю иерархическую систему также в целом. И кто может быть достойным звеном в системе эволюции, в системе планеты Земля. Получается, все гении, они, наверное, с проработанной восьмой чакрой приходят, или как? Однозначно, все гении, которые приходят, это, как правило, люди, которые сумели сохранить своё сверхсознание. Даже если они в прямом смысле, вот в таком, что у меня там восьмая чакра, девятая чакра, десятая чакра, они этого не понимают, но у них есть этот диапазон энергии, у них есть соединение с законами мироздания, то есть они это интуитивно делают. И есть те люди, которые это делают интуитивно. И когда мы смотрим, люди смотрят, почему-то у него получается, а у меня не получается. Чем я хуже? Почему у этого складывается, а у этого нет? А потому что этот где-то интуитивно, где-то энергетически, где-то в соединении со сверхсознанием просто чувствует, ловит это. И его намерение совпадает с глобальной целью. А посылается все равномерно? Посылается в информационное поле. Там просто спускается программа на реализацию в информационное поле. Кто-то хлоп, поймал, реализовал. Кто-то поймал, не реализовал. То есть многим же идея пришла, но почему-то я в силу каких-то ограничений не реализовал. На самом деле за это отвечает закон сотворения. И закон сотворения — это наша девятая чакра в законе сотворения. Когда ты входишь в такой контакт с божественным началом, когда ты умеешь входить в эту форму соединения через определенный диапазон энергии, и ты творишь вместе, скажем так, с этой движущей силой. С этой движущей силой, и ты тогда работаешь на других энергиях. То есть ты включаешь какие-то индивидуальные вводишь проекты, что-то новое, что-то уникальное. И здесь что людям мешает? Коды ущербности. Что такое? Код ущербности — это когда человек считает, что я не способен, мое творение никому не нужно, наверное, сейчас не время, наверное, мне не получится. И человек в этот момент вот под этими кодами ущербности сам себя закрывает, ограничивает, он отделяет себя от нечто большего. Он сам отделяется от этого. То есть когда вам пришла какая-то идея, вы вместо того, чтобы реализовать эту энергию, растратили на коды ущербности, все. Коды вообще, само слово, оно как-то звучит так, что вот кто-то нас закодировал, и это что-то нам не подвластное. Хотя по смыслу я понимаю, что это из разряда негативных убеждений, которые с психологом можно проработать. Коды ущербности, понимаешь, вопрос в том, что код ущербности формирует в себе душа тогда, когда она где-то нарушила закон Вселенной, в каком-то прошлом воплощении. Она нарушала уже этот закон и не раз. Где-то в каких-то ситуациях она вместо того, чтобы вспомнить себя творящим началом, отделилась, закрыла сознание свое и решила, что она где-то что-то недостойна. Либо, когда она наоборот была в роли тирана и закрывала другим людям индивидуальность. Человек, например, хотел проявить свою индивидуальность, там отрезали руки, там что угодно делали, убивали. И таких событий огромное количество и формировалось вот этот вот в системе ее души, формировался этот код ущербности. Ты можешь отработать в этой жизни? Можешь. Но есть еще то, что в этих моментах застревали фрагменты твоей души. То есть в этот момент, когда ты когда-то в прошлых воплощениях шла против законов Вселенной, естественных законов Вселенной, на что это построено здесь, там оставался кусочек твоей души. То есть твой импульс энергии, который должен был раскрыться, расшириться, увеличиться и усилиться, он там сидит. И задача человека из этих уровней вернуть себе обратно. И вот эти фрагменты, кусочки души, они встраиваются в высшие системы, потому что уже познан закон этот и формируется полностью поле чакры. И когда мне через ченнелинг-контакт явилась книга «Сознание Бога», я написала книгу через процесс ченнелинга с моими высшими кураторами, они мне выдали полностью все гармонизации, полностью все раскодировки, понимания, как вытащить вот эти все кусочки души, как закрыть те опыты, которые были печальные, скажем так, которые противоречили, которые сейчас по причинно-следственной связи оказывают огромное влияние на людей. То есть люди не могут изобрать свои кусочки души, потому что не понимают, где я совершаю ошибку. И мы начинаем, например, когда я с этим работаю, мы начинаем с того, что мы рассматриваем свою жизнь сейчас, потому что вот все, что есть у нас сейчас, сформировано когда-то. Мы начинаем учиться познавать этот закон на простых ситуациях, не на каких-то там глобальных сначала, а просто на том, где я в жизни действую не так, где я нарушаю закон сотворения, где я там нарушаю иерархию, где я не живу со следующим законом, это на закон соответствия. Параллельно я провожу параллель, что чакры, получается, это законы, вот эти вот высшие чакры, про которые мы говорим 12 штук, это законы. Чакры – это хранилище энергии. Высшие энергии более высокого порядка, которые основаны на новом опыте для душ, где мы говорим, что души сейчас хотят развиваться и счастье изобилия. Чтобы развиваться и счастье изобилия, ты должен быть на том диапазоне энергии, который соответствует развитию и законам мироздания. То есть ты должен быть в ритме со Вселенной. Вот этот ритм Вселенной – это энергия. И чакры высшие – это хранилище этой энергии. И чтобы к этой энергии быть подключенным, чтобы быть в резонансе, ты должен знать законы мироздания. Получается, почему тогда в жизни с человеком происходят негативные события? Потому что он не на той частоте вибрирует? Потому что он нарушает закон в первый момент. Он его не осознал. Как только он осознал и увидел закон, как это проявляется в событиях твоей жизни, потому что каждый день человек просыпается с утра и уже нарушает законы. Например, следующий закон. Я сейчас расскажу про закон соответствия. Думаю одно, делаю другое. Хочу одно, совершаю совершенно другие поступки. К примеру, я уже, к примеру, специалист, ченнеллер, энергопрактик, еще кто-то. Почему-то это у меня не отражено нигде. Например, в своей странице Инстаграм я еще просто Даша или Катя. Это тоже уже считается, что нарушилось закон? Конечно, понимаешь, все же должно быть соответствующее. То есть ты должен, если ты себя считаешь энергопрактиком, это должно быть отражено везде абсолютно. Это я вам такой глобальный пример. Такой, наоборот, этот пример. Узявлена даже вот этим нюансом. Даже если ты супер проработался и уже несешь пользу людям и вот считаешь, что у тебя все в жизни в целом хорошо и там потребности основные закрыты, все равно же даже вот с такими людьми негативные события происходят. Почему? Ну, например, какие? Ну, вот со мной, например, не происходят негативные события. Вообще? Ну, я не знаю, что можно понимать под негативным событием. Ну, вот, к примеру, какое? Не смог открыть ключом дверной замок. Сломался замок, ты не смог выйти из дома. А у тебя важная встреча. Ну, ты считаешь, что в негативном событии? Ну, негативное. Если, например, у тебя сегодня важная съемка, представь, а у тебя сломался замок и ты не можешь выйти из дома. Это позитивно? Ну, возможно, сейчас, в этот момент, если бы со мной такое произошло, я подумала, что мне нужно, может быть, пересмотреть тему, как вариант. И это время, то есть я сейчас бы это осознала, что мне сейчас дают время. Мое от меня никогда не уйдет. Все события, которые необходимы произойти, они со мной произойдут, да, потому что я их формирую. То есть я кодирую пространство. Но это же твое отношение к событию. Ну, естественно, это смотря с какого уровня сознания. Не очень позитивно. Я понимаю, что нет позитивного и негативного. Есть просто события. Понимаешь, вот это случилось. Вот сейчас, к примеру, да, у меня сломался этот замок, как вариант. Что бы я сделала? Во-первых, по закону соответствия я бы позвонила и сообщила, что это событие произошло. Следующий момент. Я поняла, что у меня сейчас есть время для чего-то. И это время я бы стала пересматривать, то есть что сейчас, для чего это время. И я знаю, что сейчас на моем уровне сознания все происходит для меня. Это событие дано для меня. И в этот момент я бы пересмотрела, может быть, нужно что-то. Что-то сейчас, если это произошло, значит, где-то я не в резонансе сейчас. И если я сейчас не в резонансе, нужно эту ситуацию пересмотреть на то, как можно сделать еще лучше. Вот как вариант, да, вот то, что мне пришло. Я бы пересмотрела, например, тему. Пересмотрела бы тему и сделала бы еще что-то более другое, может быть, что-то в этот момент было важно. То есть эта ситуация мне бы показала, что я не в резонансе сейчас. То есть тема моя, значит, выбрана не так. А какие вообще есть уровни сознания? Их можно как-то соотнести с чакрами? Или это вообще другая тема? Каждая чакра вообще — это уровень сознания на самом деле. И я бы хотела разделить и по уровням сознания, какую вообще эволюцию проходит человек и как это связано с чакрами. Например, когда у человека чакры открыты до нашего сердечного центра, остальные, скажем так, не открыты, потому что первая чакра у нас отвечает за выживание, она блокируется страхом, болью. Вторая чакра — это стыд, вина. Третья чакра — это тиран-жертва. То есть если мы играем в тиран-жертву, там либо доминирование, то есть если чакра работает гипер, например, третья, там происходит доминанта, то есть человек будет доминирующий, такой властный, давить будет. А если она закрыта, то человек в жертве. У него нет этой силы, чтобы отстоять. Первая чакра, например, у мужчин, она должна быть активная, отдающая, у женщин — принимающая. И если у женщины эта чакра активная, то это женщина «я сама». Я сама, я и мужчина, и женщина, и всё, и никакие мне мужчины не нужны. И если там вращение нарушается к женщине, кто притягивается? Мужчина, который слабый, скажем так, она будет властвовать. Такое не бывает. Не бывает два тирана вместе. Как правило, тиран-жертва такой происходит. И вторая чакра, если она закрыта, то это «я нахожусь в вине за своё удовольствие, за свой стыд, за своё наслаждение, там стыд, сексуальная энергия, всё это блокируется». Третья — это тиран-жертва. И на этом уровне человек находится, на уровне сознания «человек-человек», я его называю. Это когда человеку плохо, когда у него всё плохо, отношения плохие, работает он не на любимой работе, эмоциональный спектр страдания. То есть там либо качает человека, либо вот он страдает, либо он там под какими-то допингами, ещё системами начинает радоваться. И в целом это вот такое качание, когда он вообще оторван и от себя, себя не чувствует и находится в каких-то проблемах. И следующий уровень, я это называю «человек-творец». Это когда человек уже прошёл эти уровни, поднимается в сердце, он в целом уже становится где-то более гармоничным, где-то более чувствующим. Очень часто на этом уровне человек выходит на уровень творения. То есть когда он уже ищет своё предназначение, думает, а что я уже могу? Может быть, уже начинает работать по душе, что-то создавать. Но это знаешь, и на этом уровне очень много и эзотериков также, и людей, которые уже в целом в развитии находятся, и вроде всё уже как-то гармонизируется. Но есть такой предел. И я сама вот на этом пределе находилась, когда я, пройдя вот этот первый уровень «человек-человек» поднялась вот в «человек-творец», когда я уже там начала вести женские практики, женские круги, и ты уже вроде и в своём деле, и в своём, что-то не то. То есть как будто ты чувствуешь, что есть какой-то предел. И сейчас уже анализируя из другого уровня сознания, я понимаю, что предел был, потому что я всё ещё это делала для себя. То есть была такая часть моего эго, что я бы для себя делала эту работу, потому что мне нравится, да. Потому что мне нравится вот этим заниматься, это моё там предназначение какое-то. Я потихоньку начинаю, и там на этом уровне хочется выйти в масштаб многим. То есть хочется масштабироваться, хочется выйти в такой более расширенный спектр влияния. Но здесь ещё много страха о том, а что обо мне подумают? А вдруг я сделаю там что-то не так? А вдруг это не понравится людям? И много-много вот таких ограничений, которые находятся в ограничении личности. Важно вот прямо донести, чтобы человек понял, потому что многие спрашивают, в чём разница между человек-творец и человек-бог, о котором я сейчас буду говорить, что это всё делается вокруг моего индивидуального ещё я. То есть я это делаю, хочу расшириться там, чтобы что-то сделать для себя, чтобы там получить что-то в ответ. То есть я хочу дать на этом уровне, чтобы что-то получить, признание от других людей какое-то, например, да, что я там хороший специалист, что там получить материальное благо в ответ, получить благодарность, получить ещё что-то. То есть я как бы даю, но даю ещё, чтобы взять себе что-то. Ну, это же нормально. Это нормально, абсолютно. Я просто рассказываю разные варианты. И получается, что это до седьмой чакры. То есть мы в целом, семь чакр гармонично проработанных, это вот это состояние. Но почему-то на этом уровне нет глубинного удовлетворения. И на этом этапе часто уже есть и финансы, и всё. Но что там внутри, то, что я, например, пережила, что-то не то. Всё равно. Ты ещё что-то ищешь. Или ещё что-то хочешь. Или хочешь расшириться в сфере влияния. И тогда открывается совершенно новый пласт энергии. И это следующий уровень, я называю это Человек-Бог. Сознание Бога. Это когда ты входишь в резонанс вот как раз со всеми законами Вселенной, и у тебя здесь появляется миссия. У тебя здесь появляется нечто, что-то такое глобальное, которое ведёт тебя вот в тот самый масштаб. В тот самый... То есть нету... Вот если ты... Мы посмотрим вообще то, что происходит в мире. Вот все крупные компании, да, которые взять. У них есть миссия. И это то же самое. Здесь открывается такое пространство служения. Знаешь? Служение уже людям. Когда ты это делаешь для понимания глобальности. Потому что ты просто не можешь уже этого не делать. Это расширяет твою коробочку, скажем так, свой спектр широко. И ты уже видишь этот масштаб. И вот под этот масштаб к тебе приходит большое количество людей. Если как, это проводник, да, уже. Да, то это влияние на большой спектр, ну, как бы вообще людей, спектр пространства. Это вывод себя в совершенно новые уровни. И это уже соединение с Творцом. То есть ты себя уже на этом уровне, с Богом, да, мы можем говорить, там, с высшей силой. Ты уже в этом не делим. Ты как бы вернулся к Богу. И ты вместе с Богом здесь уже делаешь. То есть Божественное через тебя это уже проводит. Потому что человек-творец, это, знаешь, еще такое я творю, я создаю, я провожу, я. То есть вот это. А там мы. Там появляется мы. Там появляется поле глубокого, глубинного контакта, где я вот в этом слиянии с Божественным. У меня здесь нет ограничения по энергии. Я просто здесь огромный. Я большой. Я с Ним. Я с Богом. Я в слиянии. Я в единении. Мы вместе творим. И здесь уже вот эти все законы сотворения, законы единства, которые проявляются на более высоких уровнях. И ты знаешь, многим людям, вот на низших уровнях, которые еще там чек-чек, им ты не скажешь, им непонятно, почему другой человек это делает, там даже где-то не получая какой-то выгоды для себя, а делает для общего целого. Он начинает говорить, а почему я должен? А что я за это получу? А что мне за это будет? И это такой, знаешь, низкий потребительский спектр энергии абсолютно, где на этом уровне ты получишь гораздо больше, чем какие-то мелочи, которые тебе казались на уровне человек-человек. То есть там огромнейшее расширение и сознание, энергии, состояние, качество вибраций, которые ты транслируешь вообще в мир, которое проявляешь на планету Земля. Получается, если человек осознает свою миссию, если он пришел, осознал, то ему становится все равно, что он получит в ответ, он просто уже идет это и не может это не делать. И так можно диагностировать, что ты уже на уровне человек-бог. Да, и ты это делаешь просто, чтобы дать. Ты это не делаешь, чтобы взять, ты идешь, чтобы дать. А тебе в целом на этом уровне уже, вот как личности, ничего не надо, то есть ты уже наполнен. Понимаешь, ты это делаешь из полноты. У тебя есть вот эта полнота внутренняя, тебе классно. И вот когда тебе классно, ты хочешь дать, то есть ты хочешь отдать, поделиться, и как только ты этим делишься, тебе приходит новый слой, тебе приходит новый уровень. И всегда это очень сильно ощущается во всем. Когда ты даешь, когда ты просто вот даешь и хочешь отдать. И потому что, если взять такой глобальный закон единства, представляете, сколько нам дали. Просто посмотри, нам дали планету, нам дают возможности, нам открывают информацию, нам все дают. И у людей, которые на, скажем так, низком диапазоне сознания, которые там идут в практике, я просто знаю, работаешь, а почему высшие силы нам помогают, а почему нам дают, а что мне там за это будет, а там еще, еще, еще. То есть это вот из этого уровня сознания. Тебе дают, чтобы подняться, потому что они сами через это растут. Они тебе дают это, поднимая себя. И также ты, когда даешь что-то людям, ты открываешь новый уровень, то есть ты иерархически растешь. А помогают ли нам как-то с прохождением вот этих уровней? Я сейчас спрашиваю как раз позиции тех людей, которых ты только что описала. Конечно, нам помогают. В первую очередь есть такие системы, которые называются владыки кармы. Владыки кармы — это те, скажем так, высшие системы, структуры, через которых проходит душа, когда развоплощается. Душа, когда развоплотилась, если она вышла из астральных оболочек, готова идти дальше, она попадает в поле владык кармы. Владык кармы — это системы, у которых есть такая папочка, где написана вся информация о твоей душе. То есть там собрана вся информация. Где ты что нарушила, какой закон, где ты как поступила, вся тебе есть такой сборник. И ты попадаешь к владыкам кармы. Это во многих говорится о том, что это как страшный суд во многих писаниях. Но это не страшный суд. Страшный суд, он только для той структуры, которая не признаёт на себя ответственность. Та структура, которая осознаёт, что всё, что она создала, это её ответственность, и ей всё это, скажем так, за это пожинать свои плоды или наоборот. И владыки кармы, когда душа развоплощается, открывают эту книжечку твою и решают, что с тобой делать. То есть если есть ещё огромное количество недоработок, тебя возвращают на воплощение, опять снова. И ты идёшь, попадаешь, пишется такой у тебя сценарий, где ты опять проходишь те опыты, чтобы что? Чтобы ты познала все самые законы Вселенной. То есть чтобы ты была в резонансе. То есть у нас не существует там выбора идти на Землю снова или нет? Если у тебя низкий диапазон и много сцепок, в первую очередь, между душами, потому что если ты когда-то проживал опыт тирании, у тебя там тянется жертва энергетическим, такой энергетической нитью, и тебя это притянет, вот этот диапазон тебе придётся прийти, чтобы закрыть. И помощь-то в чём происходит? Вот когда ты говоришь, как помочь? За душу никто не пройдёт это, опыт, чтобы ей помочь как-то. Но ей могут помочь тогда, когда она ещё до своего развоплощения попадёт к владыкам кармы. И в чём это помнишь заключается? Когда ты через своё сознание, через определённые доступы попадаешь к владыкам кармы, ты имеешь возможность получить от них информацию, что тебе в этой жизни нужно доосознать. То есть где ты сейчас нарушаешь и какой закон нарушаешь, как это нарушается, и таким путём ты возвращаешь сюда и дорабатываешь это быстрее. То есть тебе не нужно много раз воплотиться, чтобы осознать, где ты и как что нарушаешь. И владыки кармы, если ты уже иногда знаешь, как бывает, что человек в целом уже осознал что-то в своей жизни, но события продолжают формироваться. То есть события всё равно такие происходят. Ты уже вроде осознала, события происходят. Это говорит о том, что контракты между душами и вообще вот эта история вся, она на тонком энергетическом уровне не завершена. И владыки кармы, они, когда ты к ним попал, могут позволить тебе закрыть этот контракт, закрыть этот договор, закрыть эту историю. Я расскажу, как это проявлялось в моей жизни. Вот вообще владыки кармы, сейчас я даю доступ по своим ученикам на курсе сознания былого. Мы работаем с владыками кармы, и у нас просто огромное количество невероятнейших просто, понимаешь, историй после посещения владык кармы. Расскажу, как это было у меня. Подожди, можно секундочку? То есть посетить владык кармы можно не развоплощаясь? В том-то и дело, да, что вот это и есть такая помощь для душ, для тех, кто уже готов, знаешь, принять ответственность на себя, который уже осознал, понял, он может попасть к владыкам кармы, закрыть определенные кармические вопросы. У меня один период моего времени были такие тяжелые отношения с мужем. Очень тяжелые, глубоко кармические отношения. И когда у тебя контракт с какой-то душой, знаешь, здесь в чем такой вопрос, что ты не видишь его истину как души. Ты видишь, как будто бы вот такой отпечаток в нем, то есть знаешь, как у тебя пелена такая над глазами, и ты видишь только травму, боль, обиду. Ты видишь согласно вот этой программы. То есть она как бы тебе не дает увидеть ситуацию вообще там по-другому, увидеть человека по-другому, соединиться с его душой, увидеть вас на уровне душ. И в один момент мне пришла такая информация, давно уже это было, что нам с мужем нужно пойти к владыкам кармы. Я ему говорю, хорошо, я тебя поведу к владыкам кармы, ты согласен? Ну хорошо, он мне как бы лояльно ко всему относится, он сам не практикует, но абсолютно он знает как бы это все в целом. И он говорит, хорошо, пойдем. Мы, значит, идем к владыкам кармы. Я вообще не знала про владыка кармы. А как это все происходит? У меня просто приходит информация. Я тогда была в этот период в шаманизме. Я знала шаманские погружения, я знала, как проходить по уровням, и еще у меня это просто врожденная способность. Я могу перемещаться вверх, вниз, в различные уровни. И когда-то, когда я пришла в одну эзотерическую школу, и для меня было удивление, что другие люди так не могут. Я думала, что это у всех, понимаешь, так происходит. И я так говорю, а что это не у всех? А как это проявляется, когда ты по уровням ходишь? Ты закрываешь глаза и перемещаешься по пространствам, по уровням сознания. Можешь идти внизы, можешь идти вверха. Видишь различные уровни, видишь плотности, видишь существ, которые там населяют. И по моему запросу, у меня был глубокий запрос такой, закрыть вот эту кармическую связь. Потому что на уровне я понимала, что нас как будто бы от друг друга отделяет нечто такое, что нам нужно понять, и что нужно закрыть. И я просто чувствовала это. И у меня был этот внутренний запрос. И мне приходит информация, что нам нужно пойти к владыкам кармы. Говорю, окей, к владыкам. Я задаю запрос этот, мы переходим, мы попадаем в такое пространство, там стоит такой стол. Там сидят несколько структур. Они открывают, значит, эту папку. И говорят мне, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты вот это не признаешь, вот это. Вот это у вас было. Я их спрашиваю. Ну, говорю, если это как бы, я сейчас осознаю, мы это меняем. Муж просто присутствовал как бы рядом со мной. Он ничего этого не видел? Нет. Он этого не видел. Он просто был как бы готовностью в этом процессе. И они говорят, да, я готовлю закрыть этот кармический контракт. Я говорю, хорошо, все. Нам закрыли, значит, эту папку. Мы возвращаемся, это все проговорили. Потом получилось, что мы после этого принимаем решение разойтись. Да. Как бы такого не казалось, мы принимаем решение разойтись. Мы расходимся на полгода. За эти полгода мы меняемся просто кардинально. Я меняюсь, он меняется внутри себя. Такой происходит процесс. Полностью. То есть полностью перетран. Понимаешь, как будто другие люди стали. И когда мы через полгода встретились вновь, у нас двое детей, чтобы ты понимала. А это вы уже с детьми разошлись? Да. Да. У меня еще маленький был второй ребенок. Но вы когда расходились, вы знали, что это на время? Нет. 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 Просто это было принято решение после этого разойтись. И после этого мы сошлись на совершенно другом уровне. То есть у нас сейчас вот после таких глубоких кармических, но отяжелений, знаешь, такие были очень тяжелые созависимые отношения, превратились совершенно в другие отношения, где мы живем просто в гармонии полной. И отсюда, вот проживя это на своем опыте, я понимаю, насколько глубоко это может вообще поменять вот всю твою жизнь. И сейчас там у меня просто огромное количество историй абсолютно разных, как менялись отношения, как менялась судьба, как менялось все после похода к владыкам кармы и действительно осознавание, понимаешь, чтобы это не было такое для людей, что это какая-то таблетка, вот ты сходил, все там, да, то есть ты должен это осознать, ты должен быть к этому готов, ты должен, ну, менять что-то в своей жизни, но у тебя есть, как бы, план, скажем так, наводка, да, что менять, как менять, где ты видишь, где у тебя все в твоей голове перестраивается абсолютно полностью, где ты начинаешь понимать, ага, вот здесь, почему, 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 почему так. И вот нам помогают действительно в этом владыке кармы. Да, интересный очень такой опыт, то есть, если ты готов завершить контракт с каким-то человеком, ты должен быть готов, что, скорее всего, ты можешь с ним разойтись совсем. Ну, знаешь, это мой такой опыт, огромное количество опыта людей, это, наверное, я бы сказала, больше 2% из 100, что там завершаются отношения, как правило, у многих это происходит легче, то есть, партнер начинает меняться, отношения начинают меняться, внутри начинает что-то перестраиваться, это вот такой вот мой был именно опыт, но, и я хочу сказать, что расторгнуть контракт не значит расстаться, не значит разойтись, это значит увидеть человека истинного, увидеть без вот этой пелены кармического отяжеления, ты знаешь, когда тебя вот протрясли, промыли взгляд, и ты видишь, о, вообще на самом деле все по-другому, и вообще все по-другому, это вообще, да, как бы, и ты видишь человека по-другому, и вы можете найти что-то другое вместе абсолютно, и это касается любых сфер твоей жизни, и кого пускают к владыкам кармы, чтобы пройти к владыкам кармы, у человека должно быть основное базовое понимание законов вселенной, то есть, если ты уже понимаешь законы вселенной, если у тебя все чакры активированы выше, по большей степени, тогда тебе очень легко зайти к владыкам кармы, поэтому, как бы, у многих уже посещение владык кармы после осознавания законов меняет без такой вот тяжести, например, как было у меня, да, там много-много лет назад, потому что, когда ты уже знаешь законы, когда уже у тебя чакры активированы, ты уже начинаешь менять свою жизнь, у тебя уже перестраивается вся твоя жизнь, потому что я, когда, например, рассказываю людям про законы, когда мы делаем работу очень глубокую над своей жизнью, я показываю это именно на жизненных примерах, что это, ну, не то, что там что-то в энергии абстрактное, да, мы смотрим конкретно жизнь, потому что, как вот мы сейчас с тобой разговаривали, закон нарушается вот каждый день, каждый день, в обычных действиях, в обычных простых действиях ты ставишь не те флажочки, якори, и всё путается, то есть у тебя происходит путаница, когда ты сделал что-то в резонансе со Вселенной, она тебя не видит, ты не попадаешь в эти ритмы, ты не попадаешь в лучшие коридоры судьбы, которые у тебя есть, ты теряешься, как бы, ты знаешь, как навигатор, который вместо того, чтобы идти по пути, когда там сбиваются сейчас вышки, и он начинает вот так блуждать, блуждать, блуждать на одном месте, вместо того, чтобы идти вперёд. Очень интересно. А какие законы помогают перейти на новый уровень? Я считаю, что самый простой закон, который вот прямо сейчас человек может просмотреть в своей жизни настолько, насколько это возможно, это закон соответствия. Вот прямо соответствия всего. Первое, что я думаю, то ли я говорю, делаю ли я то, что я хочу, действительно, занимаю ли я сейчас то место, которое действительно моё. Например, человек уже готов перейти на следующий уровень в своей профессии, к примеру, ну почему-то остаётся не на том месте, да, не соответствует. Мои траты финансовые, которые есть сейчас, они действительно соразмерны? То есть я действительно трачу столько, сколько могу там, потому что кредит или ещё, да, вот эти системы, это же тоже несоразмерность. То есть нарушение закона соответствия. Ты ещё на этот уровень не вышел, но уже идёшь. Либо там человек уже может рассказывать о чём-то большем, а рассказывает ещё о меньшем, к примеру. Или наоборот, человек ещё не вышел на какой-то уровень, но он создаёт иллюзию, что он на более высоком уровне, чем он есть, понимаешь? И это такие вещи, которые нужно досконально рассматривать, я их обычно показываю вообще там по сфере семьи, отношений, здоровья, всему. И человек смотрит и говорит, боже, я вообще нарушаю, а потом думаю, почему со мной происходят обстоятельства. А выровняв, это всё у человека вот как дом, понимаешь? Он был какой-то косой, непонятно чего, фундамент рушился, а тут всё, мы выстраиваем новый дом, новую жизнь, обстоятельства притягиваются, а те, которые нам необходимы. Да, я понимаю, что это вот один из самых сложных, я прям про него думала, ты его озвучила, закон соответствия, просто иногда до смешного понимаешь, что несоответствие. и, конечно, когда я на курсе сознания Бога даю вот эту книгу закона, которая спустилась мне просто как дар, и это знаешь, как такой, такая книга, такая энциклопедия, как здесь жить. Не просто как-то абстрактно услышать закон, да, какой-то, много сейчас целой информации, но вот в книге закона спустили совершенно другие законы, не те, которые там, закон притяжения, какие-то законы квантовой физики, нет, это законы жизни. И когда мы активируем каждый закон, мы активируем там восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, двенадцатую чакру и входим вот в это единство. Ага. А это из разряда, что можно сделать уже сейчас, прочитать эту книгу, вот это можно в электронном или в печатном. Я книгу просто так не даю, во-первых, она написана таким очень ченнелинговым, специфическим языком, то есть это передача прямая от высших сил, это не какая-то художественная книга, да, Не каждый поймет, да? Там такой определенный язык, который требует объяснения, то есть каждую фразу я раскладываю, рассказываю. Дальше там выданы просто уникальнейшие гармонизации, это вот то, о чем я говорила, да, раскодировки всех этих кодов ущербности, кода страха, кода боли, того, что не дает раскрыться высшим чакрам, и мы это делаем на глобальный опыт вообще души раскладываем, то есть мы забираем свои кусочки души из тех ситуаций, которые когда-то душа нарушала. И вот эти раскодировки, они идут к каждой чакре, к каждому закону, где человек и в жизни смотрит, и энергетически работает, да, со своим прошлым, ну, многомерно, то есть я, знаешь, уже просто понимаю, где что может вылезти, и я со всех уровней подхожу, и с физического плана, с нашего ума, чтобы уму было понятно, и чтобы наша душа смогла забрать свои кусочки, и чтобы мы энергетически чакру запустили, эту, да, чтобы вот этот новый диапазон воссоздать, чтобы события совершенно другие приходили, и это очень такая комплексная работа, действительно, для тех, кто хочет что-то в своей жизни изменить, и понимает, что где-то его навигатор не идет, да, вперед, а что-то вот смута какая-то начинается, чтобы выстроить свою жизнь, действительно, и увидеть ее такой, какая она должна быть в его идеальной версии, в его высшей версии себя. Ссылочку мы под видео оставим на этот курс, это, конечно, очень интересно. Мария, можешь еще дать какие-то рекомендации общие, может быть, для тех, кто пока еще не понял, надо ему туда, не надо, просто вот на ближайшее время. Если сейчас человек не может выйти в состояние счастья, изобилия, если страдает материальная сфера в том числе, потому что любая наша материя, всегда то, что мы видим, это единение с законами, единение с мирозданием, и если страдает материальная часть, в том числе и реализация, если нет удовлетворения от своей жизни, то этим людям однозначно нужно идти на сознание Бога, активировать 12 чакр, входить в резонанс. Если человек себя чувствует гармонично, если у него все классно во всех сферах, вообще он живет в развитии, в сознании, что я могу внести, реализует огромное количество проектов, то тогда, наверное, у человека все в порядке с законами мироздания, но если есть сложности, если есть неудовлетворенности, какие-то сферы жизни, в том числе и отношения, здоровье, и финансы проседают, тогда однозначно нужно рассматривать законы мироздания и курс сознания Бога. Мария, я благодарю за кладезь этой информации, которую, я думаю, еще долго будет усваивать, усваиваться, и есть над чем задуматься, хочется уже как-то эволюционировать. Благодарю. Благодарю.